всем привет так сегодня у нас надеюсь со связи будет все хорошо недолгий вебинарчик пройдемся по монете стратис точнее по платформе стратис по монете страт так мы в прошлый раз говорили про нео кажется да это в общем то конкурент но давайте вот посмотрим что монета нам предлагает но во первых хочу представиться вебинар под запись меня зовут инна понегова я спикер компании вирекс вирекс это мультикриптовалютный кошелек и внутренняя биржа место хранения обмена при умножении цифровых валют мы идем по монеткам которые есть собственно на сервисе вирекс и рассматриваем их с точки зрения инвестиционной привлекательности вирекс нам предлагает эту вебинарную комнату чтобы мы себя чувствовали комфортно и все вебинары записываются выкладываются у них группе на сайте так что у вирекса есть в кошельке монетка страт и что же она из себя такое представляет и почему она вообще там появилась семнадцатом году было было звук ну звучало имя стратиса да то есть это было такое нечто что-то громкое звучное а в общем то с чем всегда сравнивают платформы которые занимаются децентрализованными приложениями разработкой все время с эфиром да и сравнивали с эфиром стратис очень хорошо как бы вошел в рынок но немножечко сейчас по отстал в чем основное отличие отличие собственно в том что стратис работает на алгоритме не на пруфов стек на пруфов ой точнее не на пруфов ворк да пруфов стейк это вот более такой экономически наверно оправданный алгоритм когда есть доказательство доли но и виталий бутерин заявляет что сам эфириум тоже на пруфов стоит будет переходить на какие возможности у платформы стратис дело в том что они предлагают всем программистам которые знают языки более популярные так скажем чем солидите потому что приложение на блокчейне эфириума выпускаются на языке солидите он специфически его надо знать а вот язык программирования все шарп например знают больше программистов да и вход сюда доступнее получается но и платформа еще рассчитана на программистов которые создают какие-то сервисы на microsoft framework.net это вот тоже для них то есть в основном рассчитано это все для бизнеса да вот такой легкий вариант поизучать возможности блокчейна и но это все внедрить в реальную экономику на самом деле идея очень хорошая идея сопряжена где-то даже пересекается с тем чем занимается вот евдокимов да мы сейчас это все объясняем в своих вот этих вот проектов то есть это некая синергия технологии блокчейн цифрового мира и реального бизнеса и все компании которые работают в этом направлении у меня лично вызывают очень большое уважение я желаю им развиваться дальше в этом направлении ну давайте посмотрим что предлагает нам coin market кап статистика статистика показывает что монеты находятся на 45 месте по капиталу капитализации и такие знакомые монетки которые мы уже с вами вот рассматривали да например монета дуршкоин она даже обогнала стратис вот на данный момент немножко печально потому что идея хорошая и разработка в общем то просто видимо маркетинг отстает да ну может людям не до маркетинга может у них бизнес хорошо идет какие монеты обогнали обогнал собственно еос да вот это вот компания которая сейчас дышит спину эфириуму кардана ну когда она наверно заслуженно это блокчейн третьего поколения там хоскинсон старается со своей супер командой ученых сделать супер-супер быстрый блокчейн какие монеты еще обогнали не и у которую мы рассматривали в прошлый раз это китайская платформа до под китайским руководством первая китайская открытая open space площадка которая призвана тоже создавать смарт-контракты децентрализованные приложения и общаться со всеми клиентами из интернета вещей с чем можно сравнить наверное вот так лучше всего это наверно нам все таки потому что у него тоже есть публичные приватные блокчейны так же как и у стратиса есть и публичный блокчейн но они концентрируются на приватных блокчейнах и создают решения для крупных корпораций по поводу квантома мы тоже рассматривали что это тоже некая платформа просто у каждой из них как бы своя свой сектор своей области не пересекаются кванта на самом деле мне кажется он ближе подходит к ней а потому что он тоже со своими мастер-чейнами этими со своими как бы определенными такими узлами клиентами выступает и нацелен на вот на будущее да на переговоры узлов между собой ну и сферы интернета вещей и сферы и от так но посмотрим что нам говорит coin market cap раз уж мы тут инвесторы с вами да и нам надо рассмотреть экономическую составляющую этой монеты сейчас тратится или монета страт стоит 3 доллара 10 центов то есть принципе она на на подъеме рынка когда весь рынок рос когда биткоин стоил 20 тысяч да ну вот 8 января цена поднялась до 21 доллара и поэтому очень многие думают что перспективы есть у стратиса перепрыгнуть этот вот эту планку и оттолкнуться и дальше полететь то есть прогнозы если бы рынок вот продолжал расти они показывал боковой тренда то прогнозы там очень многие говорили что стратису предвещали 25 долларов но сейчас пока 3 доллара и наверное это хороший момент для входа но мы всегда ориентируемся еще на coin check up точка ком смотрим что хороший хороший момент но а что у нас еще показывает робота анализатор вот кончика вот это мы в конце традиционно посмотрим вот этот вот их спидометр что касается что касается вот самого графика график мы видим волатильный то есть некотором смысле для инвестора это хорошо потому что монету могут пампить на новостных событиях и монет подается видимо этому да и на этом можно сыграть какой-то ну короткой там стратегии спекулятивной торговли но в целом в целом не вижу ничего ну то есть мы посмотрим еще вот эту динамику когда опять рынок пойдет наверх вот тогда вот у нас будет больше данных для анализа так ну вот сама платформа называется стратис то есть это легкая из их у них есть такая внутри академия блокчейн академия для разработчиков и есть презентация для этих людей и вот эта блокчейн академия говорит о том что стратис позиционирует себя как легкий вход в мир блокчейн технологий для языков сишарп и точка нет фреймворк то есть мощная гибкая платформа предназначенная для нужд реальных компаний финансовых услуг и других организаций которые хотят разрабатывать тестировать и развертывать приложение на блокчейне сейчас мы это посмотрим в другом слайде на их сайт обязательно нужно зайти да когда мы вот смотрим цену там с левой стороны получается вкладочки все вкладочки нужно проходить чтобы посмотреть реальный сайт чтобы не зайти на фишинговый чтобы изучить весь роутмэп какие-то там функционалы и так далее вот если мы переведем страничку с возможностями этой компании как раз здесь и расписано о том что блокчейн платформа предлагает предприятиям организациям разрабатывать блокчейн приложения на вот с учетом вот этих вот языков до csharp и microsoft.net framework они команда значит ну как бы объесть дает сопровождение потому что они имеют консультационную сильную команду и они рассказывают собственно для того или иного направления какое решение блокчейн может дать вот это основная задача это вот развитие потом дальше контрольная составляющая это когда блокчейн например приватный написан или там приложение создано его нужно протестировать и должны быть какие-то тестовые сети и у них есть такая возможность тестировать эти приложения то есть у них даже имеется такая возможность ну предоставлять как бы для тестирования как будто это аналог блокчейнов и битшерс и эфириум да то есть различные варианты для тестирования вот этих вот централизованных приложений они предоставляют и также развертывание то есть платформа предлагает развертывать свои приложения собственно ну вот на их собственном блокчейне стратис повторяю что платформа была создана изначально для бизнеса и бизнес кейса мы посмотрим чуть позже сейчас поговорим просто о том что откуда вообще возник этот стратис да стратис это в общем-то имплементация биткоина это bitcoin есть приложение да с открытым исходным кодом его взяли форкнули и получили монету страт значит и вся техническая документация описана вот в их стратис академии это можно посмотреть поподробнее нам с точки зрения инвестирования этого достаточно опять таки мы можем сравнить что несмотря на то что это форк биткоина стратис по своей архитектуре блокчейновской такую конфигурацию такой конфигурации обладает а сейчас они вообще работают в разрабатывают такие сайт чейны да то есть разгрузить чтобы основной блокчейн и чтобы транзакции происходили быстрее то есть некоторые операции вынести за пределы блокчейна над этим сейчас очень многие работают вот ну по принципу лайтнинга как сейчас вели внедрили лайтнинг на блокчейне биткоина также вот эти сайт чейна они будут на себя брать определенные функции и таким образом увеличится скорость передачи данных на блокчейне стратис и вот даже здесь это презентация семнадцатого года даже здесь уже показано до что время обработку время создания очередного блока у биткоина то 10 минут у стратица минута ну правда тут вот еще и миссия сравнивается до 21 миллиона в биткоине 98 миллионов в стратисе кстати цифра очень хорошая и даже с точки зрения инвестора то есть мы понимаем что это не миллиарды да то есть стратис по большому счету если сейчас наработает ценность то вполне возможно что будет монет потом стоит существенных денег то есть она не будет крутиться в районе там доллара пяти перспективы с учетом эмиссии есть полезность они тоже несут поэтому здесь все очень хорошо дальше дальше что мы видим собственно вот у них есть такая презентация которая нам показывает мы давайте пройдемся с вами еще разок да то есть что такое что такое что себя представляет блокчейн есть некий изначальный блок называется генезис блок нулевой и от него идут уже вот строятся эти блоки данных что такое блок блок набивается транзакциями и узел нода обрабатывает его да и вставляет в цепочку соответственно получая за это вознаграждение и каждый следующий блок ссылается на предыдущий таким образом мы не можем вставить что-то ну разорвать эту цепь да и вставить данные потому что ну все они связаны как бы криптографических хэш-функций и иначе нарушится вся связь соответственно это очень важно когда есть большое предприятие да если с этой точки зрения смотреть то есть есть очень много бизнес-процессов и есть и должны быть в разных областях такие вот моменты чтобы ну как бы блокчейн не позволяет мошенничать не позволяет какому-то одному человеку отделу или какому-то органу да убрать убрать центральный модератор убрал стер до следы занял вот такого вот здесь не будет собственно в презентациях они показывают что они форт блокчейна потому что на данный не блокчейна а биткоина потому что на данный момент блокчейн биткоин это самый надежный и безопасный как бы блокчейн поэтому им конечно выгодно об этом говорить и подчеркивать на этой картинке вы видите самую наверное популярную картинку касательно вообще централизации децентрализации да эта картинка показывает нам с левой стороны централизованную сеть когда есть центр единый который принимает решение на который можно надавить там могут прийти люди в масках что-то отобрать забрать компьютеры как любой офис да есть офис там под названием там какой то это уязвимая схема то есть есть уязвимость из-за того что эта система централизована есть децентрализованные системы это крайне правая картинка децентрализованные системы состоят из того что есть не один центр а много центров но это как знаете хорошее сравнение банковская система там например в городе санкт-петербург много-много банков у них у каждого свой офис вот пожалуйста банковская система децентрализована да то есть вот офис такой 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 но в целом это все таки не та идея которая несет под собой биткоин или там децентрализованные валюты идея несет которую несут вот технология блокчейн она идет как раз от распределенной системы просто у нас русский язык такой что мы понимаем под децентрализации когда говорим о криптовалютах распределенную систему когда есть некое распределение честное и справедливое данных по многочисленным узлам нодам да идет обработка и мы доверяем этой системе другое дело что в теории все очень красиво может звучать на практике может там например так же как в битке сейчас да все таки происходить определенная централизация там не все монеты они которые там не не все что на блокчейне все децентрализовано так скажем да и вот это вот надо понимать эту разницу значит и что представляет из собой соответственно стратис платформа это есть некая компания центральная централизованная да то есть есть центр который за ним оказывает консультации но они при этом имеют децентрализованный блокчейн и на него выпускают приватное децентрализованное приложение значит и вот предлагают создать что не сложно для программистов создать свои блокчейны на их основе подчеркивают что алгоритм вот консенсуса когда нода должна мы о консенсусах говорили да что их несколько много разных видов консенсус там который основан на алгоритме там это как у биткоина когда машина машины узлы определенные как бы компьютеры да решают такую бесполезную задачку но не решают для того чтобы подтвердить что это узел с живой и он сейчас данный момент обрабатывает эту информацию есть другие алгоритмы на алгоритме proof of stake различные есть вариации есть вариант такой как у блокчейна например да например когда они предлагают держать определенное количество монет на кошельке при этом кошелек не просто майнит за счет того что там лежат монеты но еще нужно голосовать проявлять какую-то активность у них вот такой вот вариант то есть это proof of impotence у них алгоритм назван а есть алгоритм который называется там ой там очень много всяких названий ну давайте не будем сейчас на этом останавливаться я просто к тому говорю что здесь proof of stake как доказательство доли это такой ну хороший вариант здесь не нужно для добычи блоков покупать специальный компьютер который будет решать задачку да здесь достаточно иметь деньги на кошельке соблюсти определенные требования и быть нодой и подтверждать транзакции получать за это деньги так какие кейсы собственно они несут в жизнь то есть компания позиционирует себя что значит они несут легкое решение в мир реальность реального сектора экономики то есть и они предлагают вот эти вот свои приватные блокчейны для различных компаний которые работают на интернет вещей да на и от то есть у нас была с вами был с вами разговор про интернет вещей это конечно немножечко как бы далекая перспектива но уже делаются шаги из различных различных сфер экономики когда ну вот умный дом это тоже частичка интернета вещей только умный дом это очень ограниченная экосистема а интернет вещей подразумевает то что это будет во всем мире в пределах города государства стран вообще планета земля да когда машины и датчики будут переговариваться между собой когда гаджеты и бытовая техника улучшит и ускорит и поможет человеку решить вопросы бытовые то есть если уже роботы помогают на складах логистических если уже роботы беспилотники в Сан-Франциско доставляют в окно пиццу заказанную если уже такси могут подъехать с учетом какого-то запроса ну то есть это частные службы а интернет вещей это такая нечто глобальная вещь и для того чтобы это все действительно внедрилось нужно выработать там первое государственные стандарты второе решить вопрос там снабжение энергии потребления то есть скорее всего что это будут какие-то новые виды энергии использоваться потому что понятное дело что надо все снабдить датчиками и обычные там аккумуляторы ну невозможно будет это все натыкать потому что датчики должны будут быть везде вот поэтому это такая глобальная вещь сейчас работают институты какие-то отдельные компании делают решения ну смотрите элементарная даже вещь в магазинах продаваться стали такие браслеты для фитнеса которые замеряют там наш пульс там что-то там еще указывают вот эти все гаджеты они по отдельности они по сути частичка которая будет использована впоследствии вот во всей этой глобальной экосистеме интернет-вощей соответственно блокчейн стратиса этой платформы позволяет создавать и общаться со всеми приложениями которые будут и в этой сфере тоже работать это раз они предлагают в своих кейсах различные варианты там от рынка лакшери до логистики до различных вот вариантов то есть да то есть они позиционируют себя что любой бизнес пожалуйста если у вас есть потребность в какой-то прозрачности в улучшении показателей там в эффективности для того чтобы какие-то данные можно было уложить в определенное приложение и улучшить процессы да ускорить улучшить сделать более эффективными там сэкономить там на затраты потому что это все это по сути все управление бигдата данными и аналитика искусственный интеллект в этом помогает и так далее то есть вот сфера реального бизнеса потом они отдельно выделяют медицинские записи то есть это не на уровне частных медицинских компаний а они ведут переговоры на таком уже как бы государственном уровне и отдельный сектор это финтех это вот то что они предлагают в своих кейсах ну давайте посмотрим что они собственно заявляют они говорят о том что вот эти вот индивидуальные цепочки то есть приватный блокчейн можно создавать и эти цепи ну вот смотрите эти цепи могут изменяться в соответствии с потребностями компании даже воспроизводить функции популярных блокчейнов например эфириум или риск которые можно тестировать по отдельности или одновременно то есть возможности ну возможности стратиса в общем-то такие нормальные так значит я уже сказала о том что это консультационное агентство которое расположено в Лондоне оно помогает клиентов консультировать и судя по тому что показывает сейчас монета вот на доллары это 3.04 а на рубле это 193 в принципе если вы предприятие если вы бизнес выгодно сейчас приобрести монеты потому что монета страт ходит внутри платформы соответственно за сервис можно рассчитаться этой монетой и так по поводу кейсов медицинские услуги то есть блокчейн страт позволяет блокчейн стратис позволяет ввести базу данных где можно например все медицинские карточки это же тоже база данных уложить на этот блокчейн но тогда какой в этом смысл нужно чтобы какие-то еще чтобы чтобы это все было нужны сначала договоренности то есть должна быть сначала какая-то логика самое простое создать блокчейн на самом деле самое сложное договориться как это будет работать вот они как раз занимаются консультированием консалтингом в области вот этих вот как бы записи медицинских данных только не узнавала честно говоря там между госпиталями там или между там какими-то организациями значит по поводу блокчейна в реальном секторе экономики да здесь настолько широкое применение здесь и от логистики транспорта и все что угодно можно то есть мы вот знаем опять таки по компании которая параллельно у нас идет что совершенно различные сферы применяют блокчейн ну они в своей презентации о чем говорят да ну например там рынок недвижимости известный народный сайт rnvnb где без какого-либо спора взаимодействия с человеком стороны не знающие друг друга да через смарт-контракты могут спокойненько сдать или снять недвижимость вот через эту компанию то есть или там например в логистике в логистике если процессы оборудованы онлайн трекерами датчиками то проверка продукта его отслеживание либо рынок вот подделок то есть оригинальные там продукты или там дипломы или аттестаты какие-то или я не знаю там ну действительно там часы например какие-нибудь брендированные там дорогие да они могут быть уложены ну вот это вот производство может быть оборудовано специальными датчиками укладываться это все записи о производстве на блокчейн ну так же как проверка вот бриллиантов да на и таким образом покупатель в конечном итоге будет знать что он купил точно не подделку а вот оригинал потому что будет присваивается каждой вещи определенный номер уникальный его можно будет проверить там вплоть до даты и секунд и минут выпуска ну и финансовый сектор в этой области конечно решаются решается много проблем то есть где блокчейн решает проблемы в тех местах где есть недоверие сторон то есть это доверительные сделки это там где может быть утечка личных данных то есть это должен быть какой-то некий резервуар которому будут все доверять где данные будут уложены на блокчейн да и сторонние организации могут ну узлы точнее сторонних организаций они могут ссылаться на вот этот вот резервуар данных да и через оракулы определенные вытаскивать оттуда данные и получать то есть можно сделать весь этот процесс как бы прозрачным но при этом приватным вот над этим тоже предлагает такие услуги компания стратис управление индификационными данными управление расчетами и прочим 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 то есть финтех это отдельная область очень широкая это и банкинг там и другие финтех институты регулятора что касательно самой монеты самой компании я считаю что она несмотря на то что ее опередили там какие-то конкурирующие компании она в принципе хорошая хорошая монета она имеет показывает свой road map единственное что мне кажется у них слабоват вот этот вот маркетинг но монета которая находится в топ 100 и не уходит оттуда это говорит о том что это хорошая монетка и мы посмотрим будем следить за этим тем более у них есть реальный бизнес что касается кошелька вот ребят я не успела отследить у них по road map было заявлено о том что у них должен выйти брис кошелек потому что они сейчас перекликаются с электрумом но брис кошелек должен быть который поддерживает и биткоин и стратис да но вот не успела и этот момент отследить на сегодня можно будет посмотреть я думаю что как только выходит там релиз какой-то да очередная новость ну сразу там как-то это есть реагирование на цену ну что касается сайдчейнов вот здесь просто приведен пример и эти сайдчейны разработка находилась тоже в такая очень глобальная часть и еще год назад заявлялась о том что эта часть находится в разработке она вот-вот в этом году должна быть как-то преподнесена нам тоже надо посмотреть посмотреть календарь событий ну собственно стараются с вопросами масштабируемости справиться какое преимущество у стратиса главное преимущество это в общем то такое то есть они не выдумывали велосипед то есть они не перепрыгнули там эфириум единственное что они сделали они пошли таким путем что они предлагают хотят привлечь разработчиков тем что они предлагают программировать на более распространенном языке чем солидите то есть c-шарк он однозначно более распространенный язык да и больше эти специалистов его знают и поэтому ну это как бы такое пусть маленькое но преимущество что нам показывает coin check-up coin check-up нам показывает тем не менее что нужно продавать вот но когда мы смотрим на это понятно что значит продавать там 3 доллара монета я думаю что нужно покупать но просто когда вот в этом смысле мы смотрим на этот спидометр это значит что будет момент когда будет более выгодная покупка то есть не торопитесь да если хотите приобрести монетку последите за рынком посмотрите еще coin check-up то есть какую-то новость он видимо обработал и решил что сейчас пока не надо возможно там она еще тогда вот надо будет надо тогда будет strong buy вот и вы купите приобретете потому что ну если вы просто инвестор это конечно не короткий срок это долгосрок но монета хорошая вот если вы бизнес и если вы заинтересованы вообще в каких-то решениях то это вообще шикарный вариант вот это вам понадобится просто для внутренних расчетов ну сейчас я хочу у вас спросить что вы думаете по поводу монеты в итоге и ну как бы завершить вот это мое выступление тем что если кто-то все-таки заинтересовался заходите на сайт стратиса там действительно стратис академия обладает там много ссылок и на гитхаб и различная техническая документация и white paper посмотрите если вот уже конкретно какие-то вопросы вот ну а я такой краткий обзор сделала думаю что подтвердила хорошую как бы профессионализм и подборку за то что монета стратис страт вошла в кошелек вирекс вообще мне очень нравится их аналитика и я считаю что имеет смысл ну держать эту монету на долгосрок в своем кошельке ну таким образом просто дифференцировать да ваши риски не все в биткоин и эфириум а часть еще разложить по монетам хорошая монета привлекательная да я согласна сергей если есть какие то вопросы задавайте и давайте сразу с вами определимся может быть какую монетку в следующий раз мы с вами рассмотрим из кошелька вирекс то есть в прошлый раз мы с вами проголосовали за монету которой нет в кошельке вирекс это было не согласовано руководством поэтому будем все таки идти по тем монетам которые есть внутри кошелька ну и нельзя давайте по призму мы сделаем свой формат вебинара я в ближайшее время я сейчас готовлю материал по призму там очень обширный очень большой очень интересный я его сейчас систематизирую там кое-что проверяю и дам свой формат вебинара в первый раз ничего не поняла надо начинать обучение вы знаете мы уже прошли много монет в первых уроках у нас было ну такое подробное базовое понятие что такое биткоин блокчейн что в себя несет какая в общем революционность этого дела и конечно я не могу на каждом уроке как бы постоянно туда ссылаться то есть желательно бы посмотреть все лекции ну по порядку да потому что мы разбирали структуры архитектуры этих блокчейнов особенности поэтому да наверное если вам непонятно ну мне казалось что достаточно тут все просто просто решение для бизнеса хорошая монета надо брать на долгосрок скажите пожалуйста ира какие термины непонятны просто чтобы не понимать что для новичков что что не ясно или не можете вообще их озвучить уже не помню ну хорошо хорошо надо вам догнать просто посмотрите первые вот а самые основные лекции это блокчейн ой блокчейн биткоин биткоин кэш эфириум эфириум классик ну и там дальше по монетам уже по желанию то есть это вот основное что нужно посмотреть конечно чтобы так немножко понимать ну хорошо хорошо если нет предложений по монете я тогда сама выберу монету которую комода да можно комода да хорошо с удовольствием рассмотрим я думаю что интересно будет поинтереснее чем страт потому что здесь по сути ну говорить так не о чем здесь все понятно да 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 хорошо все договорились ну хорошего вам вечера с вами прощаюсь следующий четверг не должны пропустить мы наш разговор думаю состоится пожалуйста рада была всех видеть приходите четверг 20.00 по москве пока 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 пока